Ремень безопасности надо пристегивать обязательно, потому что вы подвергаете опасности в своей жизни. Средство пассивной безопасности. В эту категорию входит и специальный ремень, предназначенный для удержания пассажира в автомобиле на месте в случае аварии или внезапной остановки. И что немаловажно, предотвращает перемещение последнего по инерции и гарантирует ему безопасное раскрытие подушек. Однако не все участники дорожного движения хотят признавать всю степень серьезности таких проступков, выявлять, предупреждать и наказывать нарушителей на дорогах, призван рейд сотрудников госавтоинспекции. Так, вам сейчас выпишут штраф по статье 12.5, часть 3.1. Если в предпище будете допускать, вам выпишут требования, и вы можете поддерживаться административному аресту. В ходе данного мероприятия нами было выявлено водители, которые управляют транспортом, ремень безопасности и перевозящие детей без детского удерживающего кресла. В отношении этого водителя было составлено административный материал за перевозку детей несовершеннолетних по статье 12.23, часть 3. Если у нас водитель будет пристегнуться ремнями безопасности, у нас тяги последствий с летальным исходом и червь-мозговым травмам намного будет меньше. Рейдовые мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий, также на снижение уровня смертности и травматизма на дорогах республики, заинтересовал и просто проезжавшего водителя султана Мальсагова. Он уже около 40 лет является участником дорожного движения. Признается, с какой болью вынужден читать новостные сводки ГИБДД в последнее время. ГИБДД. Так называемый Назрановский круг, где нарушителей только и успевают фиксировать сотрудники ГИБДД. Не ремень безопасности, так и отсутствие автокресел. Последнее, кстати, призвано обеспечить безопасность самой незащищенной категории граждан и детей. Зачастую при экстренном торможении или болезких маневров это нехитрое устройство существенно снижает вероятность смертельной травмы. С начала этого года, в счастье, у нас не зарегистрировано ни одно дорожного происшествия с участием детей. С аналогичным периодом прошлого года у нас идет снижение. И чтобы в дальнейшем, в течение года, у нас не было зарегистрировано дорожного происшествия с участием детей, мы будем проводить эти мероприятия регулярно с общественностью, с духовенством. Вручение буклетов или памятки с надписью «Сбавь скорость, сохрани жизнь» звучит как призыв к совести, предупреждение об ответственности за необдуманное поведение на дорогах и пренебрежение правилами дорожного движения. Микаил Тангиев, Адам Мережков, Асхабил Акиев. Новости 24.